Блин, они такие, они такие огромные, они просто... Я не знаю, тут сантеатров 12 фиксировать на... Что это, я не знаю, не помню. Ну и самое главное... Тихо! Он кривой. Это просто бароневик. Это мощь. Друзья, я вновь приветствую вас на канале «Строим дом своими руками». Я понимаю всю патую из данной ситуации, но, как говорится, есть время для того, чтобы разбрасывать камни, а есть время для того, чтобы их собирать. Как раз это время наступило сейчас. За это лето я очень много чего построил, намудрил и спроектировал, но я оставлял какие-то недочеты, недоделки, и в конечном итоге мы заходим сейчас в зиму с черновыми дверями. Так не пойдет. Конечно, они, по сути, сейчас особо-то и не нужны, у нас нет отопления, но какая-то недосказанность в этом сезоне все-таки остается. Последние октябрьские теплые денечки я не мог этим не воспользоваться. Поэтому сегодня я залью под бетонку под основание, демонтирую эти двери и поставлю новые. И первое, с чего нужно начать, по моему мнению, это с отстреливания лазера по уже установленной двери. Напомню, вот по этому видео мы с вами ставили одну дверь весной, и две двери у меня дожидались своей участи в гараже. Я решил эту работу не оставлять в зиму. Установим их с вами сегодня. Ладно, хватит болтать, давайте приниматься за работу. Сейчас я отстреляю все остальные проемы. Тот и вот этот. Обрежем оставшуюся часть двери, а потом зальем под бетонку. Работать с лазером удобнее в темное время, создам нужную атмосферу из подручных средств. В будущем сезоне у нас большие планы на отопление, о чем я буду досконально рассказывать на канале позже. Думаю, опыт новичка будет полезен для многих, ведь учиться лучше на ошибках других, верно? На установке сегодня у меня два проема, поэтому локации будут периодически меняться. Бетонному раствору до установки новых дверей нужно дать схватиться. Для этого потребуется несколько дней. Ночами уже порядком подмораживает, поэтому я не стал убирать двери, а в раствор добавил немного противоморозной присадки бетоноправ. В скором будущем я начну укладывать теплые полы. Учитывая то, что у меня большие выпуски плиты для веранды и террасы, я должен обязательно застелить пол XPS экструзией. Она призвана остановить выход тепла наружу. Смесь для заливки готовил из расчета 1 цемент и 3 песка. Для лучшей адгезии монтажной пены к бетону смачиваю поверхность плиты. Я понимаю все риски от установки чистовых дверей, но так как я работаю один без бригады, соблюдать аккуратность мне будет несложно. Пока пена встает, готовлю опалубку. Теперь то же самое повторю и со вторым проемом. Прошло двое суток, порог набрал прочность, можно монтировать двери. Денек обещает быть теплым. Многие говорили, что ни в коем случае не используют дерево, потому что оно садится, оно разбухает и у тебя в конечном итоге двери не будут закрываться. Вот простой пример, которому 6 месяцев работает как часики. Ничего не изменилось, ничего нигде не просело, нет никаких проблем с древесиной. А тем более я сейчас обсаду буду устанавливать на доски, которые сохли все лето. Они максимально сухие. Готовлю обсаду. Такой вариант монтажа мне очень нравится. Хотя в предыдущем видео было много критики. Пропенил весь проем и смонтировал обсаду на распорках. Через пару минут простреляю все анкерами 10х202. Осталось затянуть и уже понятно, что это отличный вариант крепления. Эти двери будут очень часто использоваться, да и вес у них, я скажу, немаленький. Поэтому не жалеем крепежа. Важно отметить, что все работы я проводил с лазерным уровнем, тщательно контролируя ровный угол. Эти двери очень тяжелые, они весят больше 100 килограммов. Поэтому обсаду нужно обязательно очень хорошо зафиксировать. Я буду делать по 5 креплений с каждой стороны и плюс 2 в перемычку проема. Задача анкера не давать обсаде двигаться вперед и назад при отклонении полотна двери. Распирать коробку в проеме я считаю второстепенным требованием к анкеру. Но сразу скажу, с этим он отлично справился. Обязательно обработайте доски огнебиозащитой. Знайте, работать им придется в сложных условиях с разным перепадом температур и влажности. Обсадная доска сидит очень даже крепко. Ее держат 12 анкерных дюбелей. Сейчас я сниму дверь с окосячки и установлю ее в проем. Есть один нюанс, который я не учел, когда ставил первую дверь. И поэтому у меня ушло очень много пены. Благодаря вашим комментариям к этому видео я уже теперь кое-что знаю. Огромное, кстати, вам спасибо за то, что вы пишете комментарии. Первый момент, о котором было сказано в прошлом видосе, это то, что я не закрыл отверстия. И пена из них полезла. Это вообще неправильно. Поэтому их надо закрывать. Если бы у меня был малярный скотч, я бы закрыл снаружи. Но так как у меня его нет, а вот этот скотч оставляет следы, то самый оптимальный вариант сделать это изнутри. Не совсем, конечно, удобно. Это эффективнее. Пена не полезет. А потом мы просто проткнем эти отверстия и все. Это первый момент. Еще будет второй. В прошлый раз вы мне сказали, что я очень многое трачу лишней монтажной пены, которая стоит недешево. Посоветовали использовать вот такие обрезки, которые остаются от XPS. Так я и пошел в этот раз. И это, кстати, реально классно. Наносится пена, вставляется обрезок заподлицо, втенивается туда и тем самым экономится монтажная пена. И еще большой плюс от того, что монтажная пена может создавать там свечи какие-то определенные, которые будут фонить, а такой обрезок их не создаст. Поэтому вклеивать их заподлицо, это реально классно. Спасибо за совет. Душа радуется, когда понимаешь, что до въезда в дом осталось совсем немного времени. Подумай, только в этом сезоне с окнами и дверьми уходит уже третья пачка пены. Чтобы вы понимали, в коробке 12 баллонов. Хотя форма дверной коробки довольно массивная, она все же легко поддается деформации по углам. Важно учесть этот момент. При первой пропенке дайте коробке свободу, но строго по уровню. Просто пена держит уже крепко. Ну, конечно же, мы еще будем фиксировать это все на глухарь. 10 на 200. Пока у меня подсыхает проем, можно немного поболтать. На все это мероприятие ушло у нас... Мы будем с вами говорить про одну дверь, да? Получается два баллона пены, при условии, что я использовал эту фишку с пенопластом. Это, кстати, очень классный лайфхак. Мне прям понравилось. Спасибо тем, кто написал этот комментарий. 12 анкеров для фиксации обсадной доски. Глухари их нужно 4 в одну сторону, 3 в другую, соответственно, их надо 7 штук. Доска 50 на 200, сухая, нужна для обсады. Все. Силы, настроение и позитив. Больше, в принципе, ничего не надо. Вот. И вот такая дверь у вас будет. Сейчас я это все зафиксирую на глухарь 10 на 200 и навешиваем дверь. Самое главное, 86 сантиметров идет диаметр стандартной двери. Ну, они разные, есть стандарты, но вот узкая дверь, по-моему, 86 входная, да? Проем должен быть, ну, 90. Хотя бы, чтобы по 2 сантиметра с каждой стороны было как минимум. То есть, чтобы можно было комфортно засунуть пистолет. Потому что в первую дверь, которая вот там, мне прям пришлось срубать обсадную. Я немножко сглупил, не проверил сразу проем и помучился. Но, с другой стороны, установил и стало все классно. Наводим красоту. Но тут тоже нюанс. Весь хром и щит фасада советую затянуть в картон и малярный скотч. Это в целях безопасности отделки. Также сувальдовые замки нужно защитить от пыли. Теперь давайте быстренько пробежимся по тем вопросам, которые вы оставляли в предыдущем видео про дверь. Это фортеза. Это не реклама. Просто были вопросы. Дверь называется Грифон. Серия 4, модель Хаски. Размеры 86 на 2,50. Темное серебро, это полимерное покрытие. Цвет щита, дуб молочный. Вариант фрезеровки верхний замок, нижний замок. Я думаю, это вам неинтересно, но если интересно, я напишу. Ну, там какие-то цифры. Вот, вот, смотрите. Под тем видео был еще такой вопрос, который задавал каждый второй, каждый третий. Сразу скажу, да, я хочу делать вентфасад. Он будет на 10 сантиметров отходить от стены. И, соответственно, конечно же, дверь придется перевешивать. Так писал каждый на канале. Но, в чем проблема? Вот взять, например, вот так гнутье, заказать вот в таком сечении, к примеру. Но это я просто согнул сейчас не в размер. Завести его здесь за панелку, туда внутрь, да? А здесь его очень красиво сделать, как дополнительная панелка уже у вентфасада. Да, дверь будет утоплена. Но представьте, если я ее вытащу сюда, она будет просто на весу. Она 12 сантиметров. Если я ее вытащу на эти самые 10-12, то 2 сантиметра всего будет касаться дома. А все остальное будет просто, то есть дверь просто выставлена. Ну, такая тяжелая дверь, если вот в таком ключе ее. Я не знаю, ребят, ну, может, я что-то не понимаю. По мне, так вот, вот такой вариант очень даже неплохой. Если я не прав, вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях. При монтаже двери неизбежно пена попадет на опанелку. Этот вопрос я решаю очень просто. Очиститель для пены. Брызгаю его на тряпочку и протираю опанелку. Дело в 5 минут. Друзья, в конечном итоге работа завершена. Двери установлены, и установлены они очень даже неплохо. Пользуясь случаем, хочу напомнить вам о том, что я занимаюсь медом, и у меня он в наличии. И я готов с вами делиться этой вкуснятиной. Я всем рекомендую пройти на сайт жарковский-мед.рф и выбрать для себя какую-нибудь вкусняшку. А я ее вам отправлю. На сайте есть корзина. Давайте я вам это покажу в таком рекламном ключе, чтобы было понятнее. Берете любой продукт, выбираете, кликаете, все это падает в корзину. Заполняете ваши данные, куда отправить, какой транспортной компании, что вы хотите в конце получить. И мы с вами созваниваемся и, в принципе, решаем все вопросы. Я к каждому заказу подхожу очень скрупулезно и серьезно. Это могут подтвердить зрители, которые уже получили от меня медок в этом году. Мед вкусный, отзывы классные. Смотрите, как классно стало. Дверь. Идем дальше. Дверь. Дверь. Я теперь, кстати, должен буду, скорее всего, найти межкомнатные двери тоже в таком же стиле. Не знаю, есть ли они или нет. Дверь в комнату для гостей. И эти двери, они все находятся в зоне видимости. Поэтому дизайн придется как-то искать такой же. Финал монтажа. Установка заглушек. Они идут в комплекте. Первую попробовал зафиксировать молотком. Треснуло. Хорошо была запасная. Достаточно силы пальцев. Немножко резюмирую. Я хочу сказать, что реально ставить двери просто. Сложно. Вообще ничего нет. Единственное исключение. Это тяжело. Ну, то есть, например, вдвоем с супругой вряд ли вы такую дверь утащите. Она больше 100 килограммов. Она реально как она конь. Они такие огромные. Они просто, я не знаю, сантиметров 12-13, наверное. Надо в документах посмотреть. Если кому-то это понравилось, ставьте лайк. Если кто-то из ваших знакомых и друзей планирует поставить в ближайшее время двери, отправьте ему этот видос. Это будет полезно для канала, для него, для меня, для вас, для всех. Ну, а я очень нехотя прощаюсь с вами до следующей недели. До скорых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»